В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В ответ на онлайн заявку «Реальная помощь» в администрации обсудили работу универсального сервиса. Молодые профессионалы, студенты Саровского политехникума, призеры конкурса профмастерства и всероссийской конференции «Юность, наука, культура». Помочь ближнему 5 декабря отмечается Международный день волонтера. Далее расскажем обо всем подробно. Пожаловаться на обречалый подъезд или невыведенный мусор, сообщить о яме на дороге или поломке на детской площадке – все это можно сделать через сервис «Умный Саров РФ». Он начал работать в городе 1 июня, и саровчане активно им пользуются. В ближайших планах разработчиков превратить сервис в универсальный инструмент, который позволит пользователям не только жаловаться на коммунальные проблемы, но и запрашивать и получать необходимую информацию о жизни города, а также оплачивать различные услуги. Брошенные автомобили, неубранный снег, незаконно установленные бетонные блоки. Все городские проблемы в сервисе «Умный Саров РФ» как на ладони, и сразу виден статус – в работе. Это значит, что проблему решают. С июня на «Умный Саров» поступило около тысячи жалоб. Удалось за этот год множество устранить в городе мелких проблем, до которых, может быть, и не дошли бы руки у людей в виде официального обращения, а так эти мелкие проблемы удалось зафиксировать и решить. Четкого юридического статуса у системы «Умный Саров» пока нет. Это значит, что отсутствие реакции на жалобу не может быть никак наказано. Но, как заверил Алексей Голубев, работа над созданием нормативной базы для «Умных Сервисов» активно ведется, в том числе и на уровне Минстроя. Мы должны эти регламенты и нормативную базу уточнять с тем, чтобы электронное распоряжение имело точно такую же силу, как бумажное распоряжение. И система ответственности должна быть принята ровно такой, за неисполнение, какая она существует для любого бумажного документа. В планах превратить сервис в незаменимый для горожан ресурс. Здесь можно будет найти практически любую необходимую информацию о жизни города. Не выходя из дома, записаться на прием к врачу, отследить ситуацию на дорогах и даже оплатить, например, детский сад или занятия в секции. В более далекой перспективе на «Умном Сарове» появятся личные кабинеты. Зарегистрировавшись в системе, каждый будет получать на электронную почту оперативную информацию о плановых отключениях воды и электричества. Студенты Саровского политехникума имени Музрукова в очередной раз доказали, что в рабочих специальностях есть место для научно-исследовательской деятельности. Они выступили на престижной всероссийской конференции «Обретенное поколение. Наука. Творчество. Духовность» и на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills 2018. Жюри высоко оценило конкурсные работы и проекты саровских студентов. Подробности далее. Алексей Исаев заканчивает четвертый курс. Впереди у него защита диплома и выбор дальнейшего профессионального пути. Отличным подспорьем при устройстве на престижное место работы станет диплом победителя регионального этапа чемпионата профессионального мастерства WorldSkills 2018. Студент СПТ выступил в направлении электромонтаж. Участие в этом конкурсе дало мне большой опыт в электромонтажных работах, где будет полезно мне на работе то же самое. Три дня, 15 часов усиленной работы и несколько этапов конкурса. Условия чемпионата профмастерства были максимально приближенными к реальной ситуации на предприятии. Претендентам на победу предстояло выполнить необходимые слесарные работы, задания по программированию и найти неисправности в оборудовании. Развешиваем оборудование, элементы, трассы, проводящие магистрали. После чего делаем коммутацию щита и остальных оборудований. И в конце, когда заканчиваешь работу, нужно сделать отчет на металлосвязь и на проверку сопротивления изоляции. Студент третьего курса Федор Апарин изучает в Саровском политехникуме технологии машиностроения. На чемпионате профессионального мастерства он выступал впервые. Дебют на таком престижном конкурсе принес ему только пятое место. Но старания саровчанина отметили специальным медальоном за профессионализм. На конкурсе я создавал 3D-модели по чертежам. И с помощью этих 3D-моделей и уже существующих 3D-моделей создавал сборки. Максим Шишенин не первый год работает над созданием специальной жидкости для магнитно-жидкостных уплотнителей. Со своим проектом он успешно представил наш город на Всероссийской конференции «Юность, наука, культура». Максим выступил в секции «Математика и информационные технологии». По итогам конференции студент был награжден дипломом первой степени. В данной работе я постарался представить физическую природу данной жидкости и те свойства, которые мы получили, с помощью которых он обладает новой структурой и новыми свойствами. Статья о разработке Максима Шишенина вошла в сборник работ участников Всероссийской конференции. А его научный руководитель Игорь Столяров награжден знаком отличия за успехи в научно-исследовательской работе студентов. Через два года в Сарове будет еще одно общежитие. Определилась подрядная организация, которая построит новое студенческое общежитие для СРФТИ. Жилой корпус будет оборудован в соответствии с нуждами маломобильных граждан. Здание также предполагается оборудовать пассажирскими и грузовыми лифтами, комнатами для занятий и отдыха, помещениями для конференций и тренажерными залами. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В следующий понедельник, 10 декабря, в Сарове стартует конкурс социальных проектов. Он пройдет по четырем номинациям, в том числе социальное обслуживание, деятельность в области образования, науки и просвещения, патриотическое воспитание. Заявки на участие в конкурсе будут принимать в 234 кабинете здания городской администрации с 10 по 14 декабря. Победители ждут гранты в размере до 200 тысяч рублей. Более подробно о конкурсе можно узнать по телефону 9 90 40. 12 декабря в Саровской полиции пройдет единый день приема граждан. На вопросы обращения саровчан ответит начальник межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров Андрей Чернышев и руководители подразделений. Записаться на прием можно по телефону 6 06 00. Саровская полиция работает по адресу улица Советская, дом 1. Ученые обнаружили на территории Саровского монастыря могилу участника войны с Наполеоном. Как сообщили в Институте археологии Российской академии наук, сотрудники которой и занимались раскопками, останки принадлежат Борису Владимировичу Полуэктову. Это известный военный деятель первой половины 19 века. Он сражался в битве под Аустралицем и на Бородинском поле, участвовал в заграничном походе русской армии и дошел со своим полком до Парижа. Портрет полководца находится в военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Борис Полуэктов скончался 6 октября 1843 года в Варшаве и был привезен для захоронения в Саровскую пустынь как ее благотворитель. 5 декабря отмечается Международный день волонтеров. Девиз праздника «Добровольцы строят устойчивое сообщество». Он посвящен сплоченности мирового волонтерского движения. В России этот праздник официально отмечается лишь в 2017 году и называется «Национальным днем добровольца». О том, чем занимаются волонтеры в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Добровольческая организация «Школа номер 5» еще совсем молодая. Создали ее меньше года назад и старт у ребят получился очень скоростной. Десятки акций и постоянный поток желающих пополнить ряды организаций под названием «Команда полезных дел». Как рассказали нам ребята, одним из важнейших заданий за последнее время стала помощь птицам в зимний период. Мальчики нашей организации делали кормушки. И девочки их уже потом раскрашивали. Я как раз принимала участие, мне это понравилось, потому что я увлекаюсь этим. Потом вот мы в декабре будем собирать как раз корм. То есть в этой акции будет уже участвовать вся школа. И чтобы всю зиму потом кормить их. Старшеклассница Екатерина Чирохина – одна из активисток волонтерского движения в «Школе номер 5». По словам Кати, она настоящий волонтер. Она не только помогает окружающим бескорыстно, она получает от этого невероятное удовольствие. Мне на самом деле очень нравится заниматься волонтерской организацией. Мне нравится смотреть на плоды своих творений, своих дел. Это очень замечательно, когда ты делаешь какое-то добро человеку, просто самому хочется улыбаться от того, что ты сделал что-то очень хорошее, приятное. Проводя для пятиклассников урок, посвященный волонтерству, Катя и ее друзья задавали самые разные вопросы детям. Знают ли они, чем занимаются волонтеры? Почему в волонтерах есть потребность сегодня? На каких значимых международных соревнованиях помогали добровольцы? И главный вопрос – какими качествами должен обладать настоящий волонтер? Я считаю, что волонтер должен быть добродушным. Ну, естественно, в первую очередь это доброта, это любовь к окружающему миру, любовь к людям. Также я считаю, что это любовь к жизни, оптимизм. Я знаю очень много волонтеров, они практически все оптимисты. И, естественно, это искренность. Как и многие ее друзья по волонтерской организации, Екатерина Черохина в будущем хочет продолжать помогать ближнему. Мечта – создать такой приют для животных, где нашлось бы место каждому, от кого отказались хозяева. И хочется верить, что такое желание девушка сможет исполнить. Симптомы этого заболевания очень сходны с ОРВИИ. Сначала насморк и кашель, невысокая температура, но под маской простуды может скрываться воспаление легких. В этом году сезонный всплеск респираторных инфекций среди детей обернулся неприятным сюрпризом. Все чаще врачи фиксируют случаи пневмонии. Чем опасна эта инфекция, насколько коварна и как ее лечить, выяснила наша съемочная группа. Забыли помыть руки, потерли нос, и вот уже микробы попали в организм. Пневмония – это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Вирусы и бактерии, которые вызывают воспаление легких, попадают на слизистые носа и горла. Как правило, заболевание начинается с повышения температуры тела и кашля, и протекает под маской ОРВИ. Если нет выздоровления в течение какого-то периода времени и на третий-пятый день вновь поднимается температура, то нужно подумать о том, что нет ли здесь осложнения. Это значит, что вирусы попали в бронхи, продолжают спускаться ниже в легкие и вызывают воспаление альвеолярной ткани. Если иммунитет снижен, организм ребенка ослаблен и не адаптирован к вирусам, то есть не привит, то вирусная инфекция может осложниться бактериальной инфекцией. Бактериальное пневмоние начинается внезапно, то есть может развиться в первые дни болезни. Стофилококковое пневмоние, пневмококковое, сразу с высокой температуры, с кашля, с интоксикацией. Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение при пневмонии помогает осмотр ребенка. Особо обращают внимание на наличие интоксикации, спазматического кашля, одышки, высокой температуры и отсутствие эффекта от уже назначенного лечения. Мы простукиваем грудную клетку, видим разницу в темпаническом звуке. И аускультативно можем выслушать хрипы. Конечно же, нам помогают лабораторные методы обследования, общий анализ крови, который показывает нам воспалительный характер. Чтобы не заболеть пневмонией, достаточно придерживаться простых правил гигиены. Мыть руки, в период эпидемии носить маски, при первых признаках болезни соблюдать постельный режим. Сохранение традиций музыкальной культуры, выявление юных дарований и преемственность педагогического мастерства. В Нижнем Новгороде прошел второй открытый областной смотр-конкурс исполнителей на деревянных, духовых и ударных инструментах. В фестивале приняли участие более ста детей и подростков из Нижегородской и Владимирской областей. Наш город представляли воспитанники музыкальной школы имени Балакирева. Ученики детской музыкальной школы практически каждую неделю принимают участие в различных фестивалях – областных, всероссийских и международных. Становятся дипломантами, лауреатами и обладателями гран-при. Дарья Светличная только недавно завоевала главный приз на конкурсе исполнительского мастерства «Радуга талантов». И вот спустя неделю новая победа. Лауреат второй степени на смотре конкурсе в столице региона. Дарья исполняла две композиции. Одна называется «Вальс Бурлеско» – композитор Вильгелем Поп, а другая называется «Вокализ» – композитор Ахманинов. В произведении «Вальс Бурлеско» – это быстрое произведение, в нем можно показать свою технику. А «Вокализ» – это медленное произведение, где можно показать звучание флейта. Дарья учится в школе девятый год и большую часть этого времени играет на флейте. Для нее это особый инструмент. Дарья говорит, что конкуренция на областном смотре конкурсе была достаточно серьезной. Соперники исполняли сложные произведения. Тем ценнее, по мнению девушки, оказалась победа. Так как я понимаю, что я играю не просто на уровне музыкальной школы, а я могу соревноваться с другими участниками и некоторых обходить. Участие в конкурсе приняли и другие ученики детской музыкальной школы имени Балакирева. Все они показали хорошие результаты и достойно представили наш город. Пейзажи, натюрморты, народные мотивы и современные сюжеты. Почти 500 картин в разной технике стали экспонатами выставки открытого городского фестиваля изобразительного искусства «Праздничное настроение» в детской художественной школе. На выставке представлены работы учеников общеобразовательных художественных школ, а также воспитанников творческих студий и объединений нашего города. По словам Олега Паточки, преподавателя художественной школы, выделить какую-то одну картину на выставке сложно, но есть особенная, которая притягивает к себе внимание, и выполнила ее ученица Олега. Рисунок Софьи Корнеевой, хоть и встроен в общую композицию выставки под названием «Праздничное настроение», но все же стоит особняком. А все из-за сюжета, в котором девочка запечатлела момент репетиции рок-группы. Есть у нас такое задание, которое звучит, что дети должны изобразить, ну так казенно звучит, многофигурная композиция в интерьере. Вот эта работа мне на самом деле очень удивила, потому что девочка как бы не особо-то, мне казалось, интересуется такой тематикой музыкальной. Вот раз и вот такая работа появилась, гаражный рок. Сюжеты на картинах самые разные. На одних упор сделан на театр во всех его проявлениях, на других – военные парады, кошки, природа и быт российской глубинки. Но наиболее часто встречаются сюжеты, так или иначе связанные с семьей. Потому что для детей это очень важно в жизни. Семья – это одна из самых важных составляющих. И они это, думают они или не думают об этом, но это просто в их жизни присутствует, и это выражено в их работах. Выставка «Праздничное настроение» только начала свою работу. Попасть на нее может каждый желающий в часы работы художественной школы по улице Академика Харитона. Вход свободный. Итоги конкурса подведут 20 декабря. Для всех желающих подготовят фотозоны и различные мастер-классы на новогоднюю тематику. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова